Абигуль Урмонова на протяжении 32 лет выращивает цветы в департаменте благоустройства и озеленения. В этом году она решила вырастить саженцы по-другому, в новой таре, которая установлена возле дороги. Особенность данных цветов будет в том, что они смогут свести до самого наступления зимы. Для озеленения нашего города мы выращиваем такие цветы, как петюня, сальвия, бербина. Конечно, выращиваться, а уж тем более ухаживать за ними сложно. Эти цветы нужно поливать ранним утром и вечером, чтобы они не высохли. Если за ними хорошо смотреть, то они будут свести до зимы. Новые цветы, которые были посажены, новым методом местным жителям понравились. Вот только есть те, кто не уважает чужой труд. Стоит отметить, в департаменте благоустройства и озеленения в этом году благоустроили обочины города по уникальному дизайну, что порадовало местных жителей. Подобные цветы в горшках здесь посадили впервые. Конечно, труд огромный, и мы это ценим. Обидно то, что этого многие не понимают. Мы должны все вместе следить за ними, чтобы отдельные граждане не портили их. Все мы должны понимать, что это наш город, и мы должны поддерживать его красоту. Благодаря департаменту из полутора тысячи цветов 800 были посажены на обочинах дорог города. Каждый год неизвестные портят цветы. Но на сегодняшний день в парках и скверах подобных нарушений становится значительно меньше. В следующем году мы накроем арку натуральной розой. В этом году мы их уже посадили. Если вы помните, раньше на проспекте Манас и по улице Тарасус не было цветов, а в этом году мы их посадили даже по улице имени Осмонова. В общей сложности мы посадили много цветов. Стоит отметить, в год местное самоуправление выделяет департаменту 1 миллион 500 тысяч сомов. Из них 120 тысяч выделяется для приобретения семян цветов. В департаменте в общей сложности работают 40 человек. Во время весеннего сезона на помощь приходят еще 15. До станка сканов Тазагуль Шамшиева, Улук Баймарзай, Фернис Томбралиев, Нью-ТВ, Джалабадская область.